Добрый вечер, господа. У микрофона Юрий Пронько. Начинаем наш большой вечерний интерактивный канал «Реальное время». В этом часе у нас гости в студии прямого эфира и, как я назвал сегодняшнюю программу, ковровая бомбардировка так называемой третьей пенсионной реформы. То есть я убежден и остаюсь привержен взгляду, что если будет проведена эта очередная третья по счету пенсионная реформа, то это грозит очень серьезными, мягко говоря, последствиями. Очень серьезными последствиями. Может быть, ни здесь, ни сейчас. Вчера вы слышали мое интервью с заместителем министра финансов России Алексеем Моисеевым. Алексей сказал, что Минфин однозначно выступает против этой реформы. Насколько я понимаю, в целом экономический блок кабинета министров выступает против. Но достаточно сильные позиции у тех, кто придерживается иных взглядов. И, как сказал вчера замминистра финансов, конечно, последнее слово будет за господином президентом. Соответственно, сейчас мы будем вести вот этот час, еще раз подчеркну, ковровую бомбардировку этой попытки. Как мне представляется, может быть, пафосно звучит, но преступление века как минимум. В следующем части у нас итоги дня. Я выбрал сегодня четыре темы. Они все крайне актуальны. Будем говорить и об экономике, и о большой политике. И я просто обязан проанонсировать впервые в эфире «Финам.ФМ» моих авторских программ за последние пять лет. Примет участие руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Андрей Воробьев. Так что готовьтесь. В следующем части у вас будет возможность с ним пообщаться. Хотя я предложил ему тему, связанную с передачей депутатских мандатов. Вы знаете, что там целый скандал разгорелся сейчас и очень серьезный. Будет у нас и Никита Кричевский, который отказался давать комментарии моим коллегам из службы информации, сказав, что он прокомментирует это только в итогах дня. Отлично. Значит, в следующий час у нас будут и заявления, важные, как мне представляется, и те спикеры, которые до последнего времени отказывались приходить ко мне в эфир. А вот сегодня что-то изменилось за это последнее время. Так что начинаем. Большое реальное время. 65 10 99 6, код Москвы 495. Для звонков финам.фм. Наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Реальное время на Финам.фм. Я с удовольствием представляю моих гостей. Это Михаил Дмитриев, президент Центра стратегических разработок. Михаил Иганович, вечер добрый. Добрый вечер. И Никита Масленников, советник инсор. Никита Иванович, вечер добрый. Добрый вечер. Спасибо большое, что согласились прийти. У нас времени не так много. Михаил Иганович, опубликован проект в открытом доступе. Господин президент предложил обсудить, что называется, всенародно. Но понятно, что ключевую роль в этой всей ситуации должны сыграть эксперты, которые понимают, о чем идет речь, предметно понимают разговор. Вот я хочу услышать мнение Михаила Дмитриева. Вот от того, что вы прочитали, какое впечатление сложилось? Ну, есть одна центральная новость. Правительство озвучило, что стаж для достижения, ну, как бы некого, гарантированного в уровне пенсии 40% от зарплаты, должен составлять 40 лет. Нетрудно посчитать, что происходит с таким стажем для нынешних молодых людей, которые все поголовно заканчивают вузы, то есть получают высшее образование. Они вступают на рынок труда после 25 лет. Прибавьте к 25-40, вы получите 65. Мало кто реально имеет непрерывный стаж. Это значит, эти 40 лет еще будут прерываться на какие-то там периоды, ну, мало ли что. И как только они прерываются, добавляйте эти годы еще к 65. Для женщин еще более серьезная проблема. Стаж, необходимый для получения трудовой пенсии, включаются только полтора года по уходу за каждым ребенком. Женщина обычно все-таки до трех лет старается сидеть с ним, потому что ясельное обслуживание в России не развито, и никто, особенно если вам не доверяет совсем маленьких детей. Но мало того, в общем-то, больше трех лет за это в стаж не включают. То есть тот, кто родил третьего ребенка, уже не попадает. И, соответственно, в каком году, в каком возрасте женщина получит теперь вот эту вот гарантированную 40-процентную пенсию, сказать невозможно. То есть это принципиально новое? Это написано в лоб, достаточно понятно. Но и это еще не все. Там ведь зашиты очень хитрые другие снижения размеров пенсии, которые, ну, например, мы никогда не предлагали ни в каких обсуждениях пенсионной реформы. Речь идет о том, что вот эта пенсия, она, ну, как бы индивидуальная. 40% — это твои индивидуальные заработные платы. Ну, какой? 65 лет — последняя заработная плата. У Росстата есть такая очень важная статистика, какие зарплаты получают люди разных возрастов. Вот хочу спросить, как вы думаете, какие зарплаты, в каком возрасте наше население получает максимальную зарплату? Ну, я думаю, в среднем возрасте. 34 года. С 34 до 65 эта зарплата снижается на четверть. Соответственно, 40%... То есть динамика отрицательная. Да. Соответственно, 40% от зарплаты 65-летнего человека, это будет на четверть меньше, на 10% меньше, чем если бы это была зарплата от его максимального возраста 34 года. И сейчас пенсионная система устроена так, что взносы накапливаются за весь период. И соотношение меряется пенсии ко всем заработным платам, включая высокие. И это значит, что уже заведомо даже вот в этой вроде бы мелочи, а уже заложено значительное снижение пенсионных прав населения. Я, вы знаете, я прихожу в себя вот от услышанного. То есть это действительно очень, я бы сказал, принципиально важные моменты. Михаил Горгиевич, чтобы было всем понятно, еще раз. Исчисляться 40% то, что гарантирует в части пенсионного обеспечения государства, будет от зарплаты 65-летнего человека? Ну, математику-то вы понимаете. Если человек с высшим образованием, а врач, например, 7 лет учится у нас, и он выходит на работу, допустим, 25-26 лет, ну, а как, прибавьте 40 лет. Вот и все. Никита Иванович, Ваш взгляд на происходящее. Ну, видите, я начало своего как бы выступления сопроводил таким глубоким вздохом. Это был ответ? Ну, это не совсем, да, и в какой-то мере ответ, а так, конечно, я понимаю, что для очень многих моих коллег, экспертов, вот все, что происходит с пенсионной реформой, это, знаете, некое такое погружение в состояние принудительной задумчивости. Собственно, и главный вопрос, а зачем? Ведь еще чуть-чуть, и мы стоим на грани очень серьезной и экономической, и политической ошибки. Вот, я немножко продолжу вот то, что говорил Михаил Игоныч. Ну, действительно, 40 лет такого непрерывного стажа, это достаточно такая фантастическое предположение. И вот в действующей, существующей архитектуре пенсионной системы есть некая страховка, она теоретически так задумывалась. Вот накопительная пенсия, накопительный компонент. Поэтому, если вот вроде бы, да, не получается там 40 лет, ну, проработал там 35, ну, 25, ну, всегда можно компенсировать за счет... Ну, то есть это моделирование. Да, это моделируемое каждым человеком, в зависимости от его жизненных обстоятельств, но, по крайней мере, существует некая возможность. Вот в том, что мы прочитали после новой версии стратегии концепции, там, да, как она уж точно не называется, бог с ней, но, условно так, концепция реформирования пенсионной системы. В первой версии, которая еще неделю назад висела на сайте Минтруда, там очень аккуратно было сказано насчет того, что да, наверное, вот, добровольный выбор потом, обязательно, скорее всего, да, будет ликвидироваться, вот, по умолчанию. Но, тем не менее, не были указаны вот эти вот размерности. В этом варианте уже появилось, что споры касались либо 2, либо 4 процента от нее, а теперь все жестко, 2 процента. 2 процента, на самом деле, это тихое уничтожение накопительной пенсионной системы. Вот, это полная, как бы, деградация последующая соответствующих институтов финансового рынка. Это серьезнейший удар по длинным деньгам в экономике, дефицит которых нас сопровождают практически все годы российской рыночной экономики. Это, конечно, практически прощание с голубой мечтой о создании международного финансового центра и много-много чего другого. Самое неприятное во всем этом, я-то считаю, что накопительная система, это все-таки был некий шанс, так сказать, для человека влиять на свое собственное будущее, и через него у нас будущее, так сказать, страны, потому что выбирая накопительную систему, выбираешь будущее, и у тебя другое совершенно и политическое поведение. Сейчас мы, получается, стоим перед, значит, большой стеной плача, ну и давайте засовываем все эти записочки в оставшееся время во всякие разные щели, а вот, глядишь, кому-то, так сказать, и поведет, кто-то кого-то услышит. Ну, я, честно говоря, вот, может быть, предваряю ваш другой вопрос, не очень верю вот в эти все возможности обсуждения на открытом правительстве, что вот, мол, еще немножко, еще чуть-чуть, ему-то все порешают. Порешать можно было тысячу раз до этого, и, собственно, на любой площадке. Потому что в пятницу на прошлой неделе прошло не менее важное, чем открытое правительство, заседание российской трехсторонной комиссии, где всегда обсуждаются принципиальные вопросы между представителями государства, профсоюзов и работодателей. Ну, редкий случай, когда трогательное единение просто чуть ли не в засос целовались работодатели и представители наемного труда вот по поводу всей конструкции пенсионной реформы, в том числе по поводу накопительной пенсии. Ну, почему вот хотя бы от этого не оттолкнуться? Уже достаточно четкая, даже максимально жесткая порядочная позиция. Я понял, что в засосы инициализовались в том плане, что впервые трехсторонняя комиссия, единодушные профсоюзы и работодатели, отвергли законопроекты, вытекающие стратегии. Предложенный Минтруда. Да, эти законопроекты входили в бюджетный пакет. То есть их надо принимать вместе с бюджетом этого года. Естественно. Такого рода прецедента у нас трехсторонней комиссии не было с 90-х годов. Я даже не уверен, что в 90-е годы трехсторонняя комиссия решалась отклонять существенные бюджетные законы. И тем не менее прецедент создан. Это беспрецедентно, абсолютно уникально. На пустом месте создает острейший социальный конфликт. И тем не менее это уже невозможно не учитывать в ходе бюджетного процесса, который, по сути дела, можно считать начатым, потому что бюджет поступил в государственную долу. Продолжим наш разговор с Михаилом Дмитриевым и Никитой Масленниковым сразу после краткого выпуска новостей. Ваше мнение присылайте на финам.фм. Там идет прямая веб-трансляция. 19 часов 18 минут. Продолжаем реальное время. На финам.фм обсуждаем крайне важный, абсолютно касающийся всех вопрос. Возможные так называемые третьи пенсионные реформы. Здесь у нас Михаил Дмитриев и Никита Масленников. Михаил Гоныч, вот если можно коротко, что называется, такой мини-ликбез для слушателей. В связи с чем вообще возникла вся эта история? Что стало первопричиной? Почему Минтруда и социальный блок в целом настаивает на необходимости проведения третьей пенсионной реформы? А я напомню, она, если и будет, то это третья за последние 10 лет. То есть это вообще отсутствие какого-либо экономического образования. То есть отсутствие понимания длинных финансовых ресурсов. Я даже сейчас не беру аспект страхового финансирования. Да, вот это отдельный блок. Там вообще тихий ужас с точки зрения регулирования, с точки зрения создания благоприятных условий. Можете лаконично обозначить, чтобы слушатели понимали, почему и из-за чего возник весь этот сыр-бор? Ну, первоначально вообще-то задача ставилась очень скромной. 7 мая президент подписал несколько указов, в частности, о совершенстве социальных гарантий для населения России. Там значилось поручение правительству к 1 октября внести предложение по развитию пенсионной системы в целях обеспечения доходности и сохранности пенсионных накоплений. Точка. Дальше правительство, естественно, взяло под козырек, взялось за эту работу, но в это вмешался бюджетный процесс. Премьер-министр Медведев предложил бюджетное правило и полагает, что его надо строго придерживаться. Суть которого состоит в том, чтобы наш стабилизационный фонд к 2017 году увеличить на 3% пункта ВВП, с 4 до 7%. Когда стали верстать бюджет, то разного рода дополнительных расходов, прежде всего на военные нужды и зарплату бюджетников, оказалось слишком много, чтобы выйти на эти цели в стаб-фонде. И тогда было принято решение дать пенсионщикам разнарядку, изыскать для пополнения стаб-фонда деньги в пенсионной системе. И разнарядка примерно составляла порядка 300 с лишним миллионов в год. Ну а пенсионщики увидели, что самое это простое решение какое? Вот есть пенсионные накопления. Надо их взять из одного мешка, а именно из карманов людей, которые накапливают сейчас все на пенсию, и переложить в стаб-фонд. Поэтому решение о ликвидации накопительного элемента на самом деле ничего общего не имеет с развитием пенсионной системы. Оно никак не решает задач повышения пенсии будущим пенсионерам, которые будут страдать от старения населения и снижения числа работающих, которые финансируют пенсии. Оно всего лишь перекладывает эти накопления в стаб-фонд. На что будут истрачены деньги стаб-фонда, мы сказать не можем, потому что когда был предыдущий кризис, эти деньги тратились на что ни по поди. Около триллиона, например, было обещано на поддержку предприятия и вроде бы на поддержку занятости. Но занятость в крупных компаниях, где все это предполагалось поддерживать, в результате кризиса упала на 4 миллиона человек, она не восстановилась. Эти люди нашли работу в малом бизнесе, в секторе услуг, а деньги-то ушли. Вне зоны действия государства. Ну разумеется, поэтому на что ушел стаб-фонд мы сейчас сказать не можем, с этим надо отдельно разбираться. Но точно не все деньги стаб-фонда в кризис пошли на пенсии. А ведь в противном случае, в накопительности эти деньги пошли бы на пенсии конкретного человека и могли бы быть даже унаследованы в случае его смерти. Я бы добавил только... Никита Масленников, я буду иногда просто пояснять, кто из вас говорит. Я бы добавил, что, конечно, всегда последние годы над пенсионным фондом России висел домоклов меч-меч увеличивающегося дефицита. Дефицит, естественно, всегда компенсируется прямым бюджетным трансфертом. Ну и с учетом вот тех вот расходов, о которых говорил Михаил Игоревич, получился вот сейчас, на ближайшую трехлетку, достаточно серьезный дисбаланс. Когда дефицит нарастает, и он как бы меньше триллиона рублей в год, ну никак не получается. Я сейчас переведу, простите, Никита Иванович, с русского на русский. Денег нет. Их все становится меньше. А размеры прямых трансфертов из фетбюджета растут в геометрической прогрессии. Ну, естественно, нет. И тот проект бюджетирования, который еще предложил в свое время министр финансов Алексей Кудрин, это было опубликовано, да, там динамика была просто устрашающая. К 15-му году я могу просто сейчас ошибиться в контрольных цифрах, но это что-то уже около двух или даже более двух триллионов рублей прямых трансфертов из федерального бюджета. Ну, примерно так оно и было, да. Вот. И отсюда, естественно, возникла вот эта вот идея позаниматься основательно накопительной системой, ну, по принципу такой. Нет системы, нет и проблем с ней связаны. Что там голову ломать, как, так сказать, доходность повышать от пенсионных накоплений, как регулировать государственный финансовый рынок. Да какой, это ерунда, это полная голубая муть, давайте вот просто, нет системы, нет проблем с ней связаны, потому что все это вот мы туда трансфер, вместо бюджетного трансферта и заведем. Ну, на самом деле, даже элементарная математика, даже не математика, а арифметика просто говорит, что если сегодня в средствах накопительной системы, вот на сегодняшний день примерно 2,3 триллиона рублей, даже по расчетам, прикидкам международного, тьфу-то, международного пенсионного фонда России, значит, в течение ближайших полутора лет эта сумма может удвоиться, но все равно поделите, получается, что это решение дефицита пенсионного фонда России, ну, буквально где-то до рубежа 16-го года, а дальше-то что? Да если бы они дефицит пытались закрывать, они загоняют эти деньги в стаб-фонд, который будет истрачен непонятно на что. Ну, это еще, еще хуже, да. Ну, не в стаб-фонд, там, теперь у нас же два их. Ну, да, это резервный фонд. Это фонд национального благосостояния. Ну, хрен ведь не слаще, да. Реально в резервный фонд. Реально в резервный фонд. Вот смотрите, господа, два дня подряд идут два крупнейших бизнес-форума в Москве, значит, ВТБ проводят сегодня, эксперт проводил. Я внимательно слушал то, что с трибуны говорится официально и внимательно, безусловно, общаясь с предпринимателями в кулуарах. Я вам честно могу сказать, тема так называемой третьей пенсионной реформы, это тема номер один. Ничего больше не обсуждается. Ни налоги, ни коррупция. Ну, вскользко-то, конечно, все проговаривается, но все говорят об этой возможной пенсионной реформе. Ну, потому что это водораздел определенный. Абсолютно. И все понимают. Вот, Михаил Игоревич, я с вами поделился и с Никитом Ивановичем за эфиром, что вчера, слушая господина президента, ну, я романтик, да, мне все постоянно пеняют на это. Моя вторая половина говорит, ты не разбираешься в людях, да. Но я вот цепляюсь за слова господина Путина, и мне показалось, что вроде как глава государства склоняется к тому, чтобы не проводить эту пенсионную реформу, не поддерживать социальный блок. До этого выступал Силуанов, да, который сказал категорически нет. Потом я общался с Моисеем. Тот тоже, его зам говорит, нет, да. Вот на ваш взгляд, президент действительно склоняется, или это вот мое такое романтическое впечатление? Юрий, я бы хотел романтику приземлить на язык сухих официальных документов. Путин ведь не просто что-то сказал правительству устно. Он в связи со внесением стратегии выпустил письменное поручение. Текст этого поручения гласит, что к 15 декабря правительство не просто должно провести обсуждение стратегии пенсионной реформы, оно должно внести пакет законопроектов, обеспечивающих ее реализацию. Что такое внести законопроектов, обеспечивающих ее реализацию? У нас вот один из законопроектов, который сейчас делается о финансовых институтах, рамочный закон о финансовых институтах для финансирования накопительной пенсии. Он абсолютно пустой, там вообще ничего нет. Но его Минфин уже пишет два с лишним месяца подряд и еще не согласовал ни с кем. А что будет, когда весь комплекс законов, в том числе довольно серьезная переделка пенсионной формулы, формула значения пенсии, которая не шутка. Каждая запятая там перераспределяет сотни миллиардов рублей между разными группами пенсионеров и работающих. И когда они будут обсуждать? Им сейчас уже надо писать законы, они пишутся. И президент поручил им написать и внести. К 15 декабря. Да, может быть у нас есть пара недель, чтобы рассказать на открытом правительстве нашу точку зрения, но кто ее успеет учесть? Сейчас, в ближайшее время, начнется процесс межрежных согласований. Решение уже принято, не надо строить иллюзии. У меня тогда вопрос. То, о чем мы с вами говорили и до этого. Президент не понимает всей ответственности о складывающейся ситуации. Резиденту докладывают определенные ракурсы взгляд на эту проблематику. Вот смотрите, я за что купил, а за то сейчас продаю. Я сегодня встречался с одним из теперь уже бывших депутатов, да, очень влиятельным в свое время. Он мне говорил о том, что подготовлена была записка, с которой ходил Кудрин к Путину. Пытался доказать главе государства, что это крайне опасное решение, которому его подталкивают. Кудрин об этом публично, я скажу. И потом, да, я уж не знаю, по времени там то ли статья была там и так далее, да. Вот, Никита Иванович, Владимир Владимирович не понимает. Вы знаете, я думаю, здесь сложнее. Ведь, собственно, никто и не ожидал, что президент одобрит то, что правительство направило ему чисто формально 1 октября, выдержав сроки. Это типичный бюрократический раж такой, да, вот. Нам положено к 1 октября... Кстати, вчера Абызов об этом сказал на форуме ВТБ. Мы отправили. Ну, ребят, ну вы хоть за содержанием-то смотрите, что вы там пишете-то. Вот, я думаю, что президент, во многом создавший эту систему, прекрасно понимает, как она функционирует и знает цену вот такого рода, так сказать, манипуляций. И мне кажется, что вот то, что он сейчас вот произвел, и то, что он будет очевидно, я думаю, я тоже романтик, как и вы, Юр. Вот, к 15 декабря, он тестирует правительство на возможность, на то, что... Покажите, на что вы, собственно, способны. Вот вы можете содержать на проблему, решать или, по крайней мере, слушать и слышать. Или же вы, вот, крутитесь в этих берущих колесах, так сказать, бюрократического изготовления, производства, так сказать, многопудий и многих тонн бумаг. Вот пока... В этом временном страхе не выполнить указания президента. Вот покажите, на что вы способны. Я подожду, на самом деле. К первому вы не уложились. Ну, ладно, давайте посмотрим 15 декабря. У меня все-таки такое ощущение, что он будет смотреть на то, как на самом деле будет разворачиваться, разворачиваться вот и дискуссия, тщательно ее отслеживать. Не уверен, что к 15 он будет готов тоже принять решение, потому что соответствующих еще, собственно, и предложений, по поводу которых надо что-то решать, не будет. Но, тем не менее, ведь вещи важно иметь в виду, что Путин держит себя в уме, как исполняет правительство пакет указов от 7 мая. Там вот Михаил Игоныч сказал совершенно о доходности и сохранности пенсионных накоплений. Там черным по белому написано. Всегда можно спросить правительству соответствующему. Ребят, вот видите, что здесь? У вас получается ни доходности, ни сохранности, потому что до июля она остается при свободном там выборе, молчаны наоборот. А де-факто никакой накопительной пенсионной системы не будет. Я что-то не понял. А вы, собственно, о чем? Вы по какой кафедре выступаете? Ну, я опять-таки повторю, я, может быть, сейчас в позиции карася-идеалиста такого, но хочется всегда заверить в лучшее. Ну, хочется, вот реально хочется. Тем более, что такие возможности гипотетически существуют. Чего торопиться-то? Ведь это касается, понимаете, не двух-трех сотен человек, допустим, высоко обеспеченных наших чиновников в категории класса А, там, и силовиков, даже силовиков. Это касается, в общем-то, миллионов людей. Сегодня 40,2 миллиона пенсионеров, да, 33 миллиона из них по возрасту, остальные досрочники. Это вот если сопоставить с работоспособным населением России, ну, уже более половины. 20 миллионов, более 20 миллионов доверили свои накопительные части УК и негосударственным пенсионным фондам. Фактически согласились на те правила игры, которые установило государство. И, кстати, из государства... Вот, к сожалению, вчера Кустин очень жестко, на самом деле, модерировал панель с Путиным, да, задать вопросы было очень сложно. У меня был единственный президент у этого вопроса. Это связано с накопительной частью. Но, опять-таки, понимаете, я услышал его слова, Михаил Игоревич, вот, я понимаю вас. Да, вы обираетесь на документах. Он подписал, дал поручение 15-го декабря, будьте добры, да. Но ведь Путин, это дословные его слова, накопительная часть, очень важная составляющая экономического развития. Это слова президента. Мы сейчас уйдем на краткий выпуск новостей, затем продолжим. Пишите, звоните, все средства связи к вашим услугам. 19.33, реальное время, финам.фм, финам.фм для писем, наш портал в интернете, 651099, 6, код Москвы 495, многоканальный телефон. Здесь и сейчас у нас Михаил Дмитриев, президент Центра стратегических разработок, и Никита Масленников, советник НСОР. Так называемая третья возможная пенсионная реформа в центре нашего обсуждения. Михаил Георгиевич, ну, я понимаю, вы не романтик, но тем не менее, что, на ваш взгляд, может нивелировать ситуацию? Что может удержать от, в общем-то, шага, за который нынешние чиновники отвечать не будут? Мы с вами понимаем, да, когда, вот, допустим, мое поколение, 40-летник, будет выходить на пенсию, эти господа точно уже не будут ни возглавлять государство, ни уж тем более отвечать за ранее принятые... Понятно, что и Владимир Путин уже к тому времени не будет президентом страны, да? Но что-то вот... Есть варианты нивелирования? Да, конечно, это, прежде всего, реакция массовых влиятельных групп населения. Возьмем досрочные пенсии. В досрочных пенсиях раздел конкретизирован. Он конкретизирован так, что мы можем говорить, например, что будет с шахтерскими досрочными пенсиями. Вопрос шахтерских досрочных пенсий мы исследовали полтора года назад, ездили в Кемерово, проводили фокус-группы и репрезентативные опросы. Шахтеры сами сказали, какие варианты приемлемы, а какие нет. Например, заменить досрочную пенсию на добавку к зарплате, в принципе, возможно, но для этого, по мнению шахтеров, зарплата должна вырасти в три раза. Такого экономика угольной отрасли не потянет. Значит, что предлагает сейчас стратегия? Она предлагает очень просто. Вот те, кто уже набрал стаж на досрочную пенсию, они ее получат, хотя работодатели будут платить дополнительные высокие тарифы за этих работников. А не забываем, что угольной отрасли и так 7% дополнительно сверхобычных работодателей платят на пенсию угольщикам. И дальше, если ты не набрал стажа, то дальше у тебя возникает вопрос. То есть, в принципе, ты можешь иметь шанс получить пенсию, но там работодатель должен платить за тебя деньги и, возможно, создать какую-то свою систему для формирования этой пенсии. А вот если ты только устраиваешься на шахте, неважно, ты можешь в самом грязном забое работать, постоянно рисковать жизнью, заработать силикоз или какую-нибудь другую неприятную хроническую болезнь, но дальше предлагается заменить досрочные пенсии на нечто очень невнятно обозначенное, как право работодателей совместно с профсоюзами создавать систему страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. А что такое система страхования? Это не досрочная пенсия. Это если ты заболел или получил травму на производстве, и доказано, что это болезнь или травма непосредственно связана с твоей производственной деятельностью, тогда ты будешь получать возмещение. Но эта система и так существует. Когда мы спрашивали шахтеров, готовы ли они заменить досрочную пенсию на это, они сказали, категорически нет. Две трети наших респондентов заявило, что они готовы выйти на улицы, если такое случится. Потому что шахтеры понимают, что вероятность того, что здоровье у них испортится, близка к 100%. А вот доказать по судам то, что это здоровье испортилось именно из-за того, что они просидели в забое 20 лет, это будет уже довольно сложно. Все-таки с досрочной пенсией у тебя есть, стаж, ты ее получаешь. И мы, кстати, вместе с угольщиками разработали варианты, которые поддержал Махначук, руководитель профсоюза угольщиков, он сам дал предложение, которые позволяли эту проблему нормально решить и развивать досрочное пенсионное обеспечение, но более в современных и разумных форматах. Вот об этом почему-то правительство не заикается, оно решило в лоб ударить по одной из самых влиятельных и массовых групп рабочего класса. — Никита Иванович, что скажете? Я на самом деле, вот там глухота, там близорукость. Ну то есть, ну хорошо, вы считаете, что платить в белую зарплату — это подло. Те, кто доверил накопительную часть и ушли из молчанов, они лохи. Ну хорошо, но вот приводит пример Михаила Дмитриева, да, с угольщиками. — Да, пример, да. — Ну что это? — Пример верный, я тоже хорошо знаю позицию Ивана Махначука. Действительно подтверждаю, что так оно и есть, он поддерживает эти экспертные разработки. Знаете, я, вот у меня такое ощущение, что это такое, как бы очень узкое... — Как бы подобрать слова, да? — Да, вот подобрать слова, очень узкое какое-то понимание вообще сути проблемы. Вот возьмем, допустим, досрочные пенсии, да. Ну как их можно решать без создания необходимых мотиваций для тех же самых инвестиций у работодателей, которые бы снижали вот вредность этих производств, повышали степень экологической защиты, занимались там еще многими, так сказать, полезными вещами. То, грубо говоря, технологически модернизировали бы их. Ведь как можно одновременно говорить, что, мол, ну мы вот тут списки поправим, хотя так и непонятно, как они будут правиться, да, первый и второй. А при этом тарифы мы вам будем увеличивать каждый год, а стимулов для инвестиций нет. Это вот такая вот однобокость, так сказать, знаете, одномерный взгляд. Но он не будет работать, потому что на самом деле корпоративные системы там, где они сложились, они уже сложились, они развиваются. Возьмите вы РАУЖД железнодорожников, возьмите вы Газовиков, Газпром, возьмите вы другие компании, у них все это есть. И поэтому им предложение создать корпоративную систему, они смотрят такими голубыми глазами на тех, кто это вот инициирует, говорят, ребята, собственно, а зачем? Это не к нам. Я просто знаю по своей маме, да, которая отработала очень серьезные, более 40 лет в акционерной компании «Алроса». Там был создан пенсионный фонд, кстати, не без проблем, там надо было убеждать людей, да. Там есть корпоративная программа, которая касается определенного возраста, там и так далее. Открытая добыча, там тоже очень вредные условия. А теперь уже и подземная добыча, и шахты появились у них, да. То есть крупнейшие корпорации на самом деле уже работают в новых условиях? Да, да, да. И второй вопрос, допустим, скажем, с той же самой накопительной системой. Ну, хорошо, господа хорошие, ну, значит, вы не хотите видеть, так сказать, проблему, но может быть тогда вообще у вас это все из вашего видения отнять? Убрать, выключить. Потому что на самом деле, вот в тексте тех документов, которые сегодня висят, в этой самой стратегии, да, по планам третьей пенсионной реформы, ведь там же нет одного такого элементарного вопроса, а чья собственность эти деньги? Ведь по сию пору это не собственность гражданина, но как же он может быть мотивирован к накопительной системе пенсионной? Никаких других, так сказать, мотиваций нет. А все почему? Потому что на самом деле в сознании, в менталитете очень профессиональных, наверняка, людей, которые занимаются сегодня пенсионной системой, обслуживают ее, у них сложилось, они прикипели к распределительной, они прикипели к ней, это уже, это же геном, это ДНК, тут ничего не поделаешь, это нужна генная инженерия. Ген Иванович, ну вот мы и начали дрейфовать от собеса, но давайте продолжать. Вот правильно, так вот я и предлагаю того, что, во-первых, решить вот эту фундаментальную проблему, которая сразу дает вам целый кластер мотиваций для человека, так сказать, грубо говоря, от государственной переведите в частную собственность. И второе, если вы не умеете этим заниматься, если не получается, давайте, вот у нас финансовый мегарегулятор будет возникать там, у нас есть специальная служба по финансовым рынкам, у нас есть, в конце концов, ломбардный список центрального банка, под который, так сказать, залоги даются, под залог которых дается, так сказать, дается рефинансирование банковской системы, и много чего у нас есть. Вот отдайте в их ведении, в ведении финансовых регуляторов накопительную часть пенсионной системы, потому что доходность ее и сохранность этих сбережений функция от рынка, от его состояния, поэтому логично, кто занимается контролем за этим рынком и гарантировать, что он будет жить, да, и развиваться, тот и должен в том числе отвечать за вот эту вот самую накопительную пенсионную систему, за установление правила игры там. Потому что, ну, сегодня, представьте себе, естественно, все компании, управляющие государственной, в том числе, в виде веба, стонут, ну, измените нам инвестиционную декларацию. Ну, и что с точки зрения изменения этой инвестиционной декларации может сделать Минтрут? Ему надо пройти 10-15 согласований, прежде чем что-то такое, а внеси право внесения за них. Ну, зачем это нужно? Мы просто множим вот эти вот административные рогатки и бюрократический произвол на каждой итерации. Поэтому гораздо проще сменить регуляторы этой накопительной системы, сделать ее целиком зависимой от рынка. На самом деле сейчас вот Минфин что-то пытается сделать в законопроекте, касающемся уточнения полномочий деятельности государственных пенсионных фондов. Там есть довольно любопытные и правильные вещи. Ну, скажем, одна из принципиальных вещей, давайте не будем измерять отрицательную доходность на очень коротком интервале в год. Давайте ее увеличим. Потому что очень часто, действительно, и государственный пенсионный фонд, да и государственный тоже в виде веба, может получить отрицательную доходность в течение года. Это вообще анекдот, на самом деле. Это не анекдот, это трагедия, потому что, посмотрите, фактически наши вот обладатели пенсионных накоплений, грубо говоря, умирали от жажды на берегу крупнейшего пресноводного озера. Образное выражение. Дотянуться-то никак не дают. Вот в Швеции, где пенсионная система устроена, мы нашу пенсионную систему делали по образцу современной шведской пенсионной системы. Там тоже есть государственная управляющая компания, пенсионный фонд, который вкладывает деньги Молчанов. Как вкладывает деньги Молчанов шведский пенсионный фонд? Для молодых, вновь поступающих на работу работников, 100% этих денег вкладывается в акции. 100%. Дальше каждый год на 3% доля акций снижается и перекладываются деньги в менее доходные, но более стабильные инструменты типа облигаций. Когда человек выходит на пенсию, он успел получить много доходов по акциям, но все его активы в стабильных инструментах, которые не позволяют, ну не падают, когда рынок начинает колебаться. А вот теперь посмотрите, как на берегу этого пресноводного озера чувствуют себя наши застрахованные. Ведь это в основном молодежь, 67-го года рождения и моложе. И не полените, зайдите на сайт, например, РТС. Биржевой индекс. Российские акции, которых очень много, их настолько много, что пенсионные накопления – это капля. Их можно легко туда вложить. Так вот, с 1 января 2002 года, когда началась наша накопительная система, с учетом всех наших нынешних кризисов, вот по 3 октября сегодняшнего года, этот рынок российских акций, РТС, вырос в 5,5 раз по номинальной стоимости. Сколько за этот период была инфляция? 2,5 раза. То есть, на самом деле, пенсионные накопления, в реальном выражении, могли бы за этот период удвоиться. И нам говорят, что российская финансовая система не способна давать доходности. Это ложь. Это откровенная ложь. Это лукавство. Люди хотят взять чужие деньги. Они хотят их отобрать и перераспределить куда-то еще. Мы сейчас уходим на краткий выпуск новостей. И в последней четверти этого часа ваши звонки на 65 10 99 6, код Москвы 495, письма на финам.фм. 19.48, реальное время финам.фм. Сегодня мы говорим о возможной третьей пенсионной реформе, которая будет иметь далеко идущие последствия, если она будет реализована. Здесь Михаил Дмитриев и Никита Масленников. 65 10 99 6, код Москвы 495, номер многоканального телефона для звонков финам.фм. Наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Знаете, господа, я вот сейчас себя поймал на мысли о том, что кроме экспертного сообщества, кроме того, что там журналисты бурю могут поднимать, а у нас нету парламента. У нас нету силы, которая могла бы в нормальном дискуссионном режиме сказать, министр труда, иди сюда, давай предметно разбирать. Вот это страшно. То есть фактически мы зависим от одного человека. И при этом, к сожалению, крайним откажется именно парламент, потому что в него будут носиться законы, которые будут писаться сейчас, независимо от исхода обсуждения. И депутаты будут отвечать за то, что эти законы бьют по интересам широких славев населения. Я вот воспользуюсь сегодняшней ситуацией, во сколько у меня Воробьев, в 2032 будет. Вот я ему обязательно задам этот вопрос. Он руководитель фракции «Единая Россия». Есть концептуальные вопросы, на которые политики должны отвечать в любое время суток, хоть ночью их подними. Вот мне представляется, вот это пенсионное, будущее пенсионное обеспечение, это вопрос из этой серии. Вы знаете, вот Юрь, я могу сказать, что я общался и с Воробьевым, и с рядом других депутатов, они понимают эту проблему. Понимают? Это проблема слабости нашего парламента. Ну то есть если поступит указание, то... И они понимают, что фактически их подставят как виновных за то, что они совсем не пытались формулировать. Давайте пообщаемся со слушателями. Добрый вечер, вы в эфире, как вас зовут, представляете? Алло, Юрий, и гости в студии, здравствуйте, прошу прощения, что не запомнил. Меня зовут Евгений из Подмосковья, из Валашихи. Я просто удивляюсь, честно говоря, вашим причитанием в отношении действий нашего государства. То есть вы садитесь за стол с шумерами, а потом пытаетесь обращаться в их сторону и говорить, за что вы нас обманули. Да, я понял мысль. Слушайте, господа, вы вообще вот понимаете, когда произносите фразу «государство – это шулерство». Вообще я не пеняю, но вы вдумайтесь в эту фразу. Мы в какой с вами ситуации оказались? Ведь это не шутки. Это все очень серьезно. Вот как сказал Михаил Игоныч, одна запятая сотни миллиардов. Десятки миллионов судеб. Я не понимаю, когда мне говорят, что государство российское – это шулеры. Просто я призываю всех не то, что к ответственным заявлениям. Я понимаю, о чем вы хотите сказать. Но вы вдумайтесь, о чем мы с вами говорим. Тогда мы что мы здесь делаем-то? Вообще от этого страшно. Хотя я беспокойство, Евгения, могу понять и разделить. Петр пишет. Юрий, ну нет в принципе никакой экономической стратегии. Сколько же можно обсуждать? Элита держит ситуацию тактически. Сколько сможет, столько и удержит. Сколько и выжмет себе. А что будет потом, их не волнует. Гид Иванович, хочу, чтобы вы прокомментировали это письмо Петра. Ну знаете, если не обсуждать, то ничего и не сложится. Потому что, ну, самый простой ответ. Под лежачий камень ничего не потечет. Если мы и будем обсуждать, мы сами не сможем сформулировать ту альтернативу, которая сегодня необходима. Слава Богу, что обсуждения идут. Потому что я уверен, что это альтернатива внутри экспертного сообщества. Она формируется и практически уже сформирована. Ей еще предстоит, конечно, приделывание политических ног. Но это уже другая история, другой вопрос. Но, тем не менее, не обсуждать, не устраивать между собой вот эти дискуссии, это невозможно. Потому что это уже образ нашей жизни. Мы иначе не можем. Добрый вечер, как вас зовут? Так, алло, добрый вечер. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Иван. Да, Иван. Смотрите, вот такая интересная ситуация. Я вот услышал про старше 40 лет. Я врач, окончил институт в 28. Но у нас в медицине так все интересно устроено, что один месяц не работать – это потеря непрерывного стажа, три месяца – потеря стажа вообще. То есть, несмотря на то, что я все шесть лет обучения в институте работал медбратом, у меня медицинского стажа нет вообще. Потому что, понятно, любые проблемы с учебой там предусловлены. То есть, я вот представляю, какая-нибудь клиника сокращается, как вот у нас сейчас укрепляются школы. Я, допустим, три месяца болтаюсь без работы, а мне, допустим, лет 45, и я вообще, получается, остаюсь как без всего. Ну, Иван, я могу вас не то чтобы ободрить, а скорее разочаровать. Для медиков правительство приготовило отдельный сюрприз. У медиков существует программа досрочного выхода на пенсию при наличии специального стажа. Формулировка в новой стратегии уточнена. Там написано, что этот стаж будет повышаться до тех пор, пока практически возможности досрочного выхода на пенсию не будет. Досрочную практику досрочного выхода на пенсию для медиков и учителей планируют ликвидировать. Это даже хуже, чем то, что делается с шахтерами, где вводят специальный взнос. Павел пишет. Юрий, вам не кажется, что вся эта затея с пенсионной реформой не более чем пиара? Акция, запущенная с целью поднятия в последнее время упавшего личностного рейтинга Путина, которая в конце прискачет, я вам цитирую письмо, как оно пришло, как рыцарь на белом коне и наложит вето на всю эту галиматью. Нет, мне не кажется. В том-то и дело. Понимаете, когда вы мне пишете здесь, или в блоге, или в Твиттере, что я делаю акцент на важных, но на второстепенных вопросах, вот знаете, вот я поражаюсь, как вся Россия обсуждала, полетит он с клювом или без, и я поражаюсь тому, что вы отказываетесь вот думать о том, о чем мы сегодня говорим. Понимаете? Или вот эти фразы, а я на государство не рассчитываю. Есть такая скроментальная фраза, если вы не интересуетесь политикой, политика вами заинтересуется. И это не банальность, к сожалению. Понимаете? Во мне еще и говорит, безусловно, личностный фактор. Мне через 20 лет выходить на пенсию. Я начал заблаговременно, с 2002 года, выстраивать свою модель. 20 миллионов человек также пошли на это пенсионное будущее свое обеспечение. 1 триллион 300 миллиардов на счетах без аккумуляции УК и НПФ. Это же кража. Вы поймите, у вас эти деньги хотят украсть. А можно, конечно, рассуждать. Они аферисты, они там кто угодно. Но давайте по-взрослому. Это не с клювом или без клюва. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Евгений. Я хотел вот какой момент сказать. Ну, понятно, что деньги просто не хватает сейчас на всех. Естественно, я думаю, тот же президент поручил когда-то... Давайте, ребят, что-то придумаем. Люди придумали такую реформу, чтобы вот, смотрите, как вот мы все так оформили, и даже будет число пенсионеров расти, трудящихся падать, и вроде как бы все с деньгами, потому что кого-то мы подрежем. Потому что из-за популизма, из-за поддержания собственного рейтинга в Краснодарском крае, в том же, вот я там жил, ситуация такая, что пенсии больше, чем средние зарплаты, вот в маленьких городах. И многие люди живут с семьями там на пенсию бабушки, то есть потому что на 15 тысяч в волне можно даже существовать, и не одному человеку. Конечно, эта дура росла сейчас вот таким образом. Я считаю, единственный вариант – это поднять пенсионный возраст, потому что вот у меня и мама, и свекровь, там еще вот женщины, знаю многих, в 55 лет они бодры, веселые, они работают еще и на двух работах, и нет проблем. И, конечно, мера непопулярная, рейтинг вроде упадет, но она разумная, и как бы весь мир не делает постоянно реформы во всех странах, посмотрите, а увеличивает полномерно, но у нас просто 55, это ну вообще ни в какие ворота говорится. Даже 60 лет для мужчины, если он, в принципе, не баловался алкоголем и курением, не рассматриваем таких, если нормальный, здоровый человек, в 60 лет он еще может вполне работать хоть на радиостанции, хоть кем угодно, хоть водителем трамвая. – Спасибо за перспективу. – Мысль, понятно, да. Михаил Иванович, на самом деле, тема табуирована. – Ну, конечно, пенсионную проблему просто решить повышение возраста. Вот, например, в стратегии 2020, за которую пройдется в июне Росдава Ордена, там напрямую написано было, надо повысить возраст до 63 лет мужчинам и женщинам к 2030 году, ну и тогда денег хватит на остальных. Но в Швеции, например, система, которая, как я уже сказал, очень похожа на российскую, мы ее делали по шведскому примеру, там не стали идти по этому пути. Шведы, памятница, очень были похожи на нас, россиян, в середине 90-х годов, когда запускалась эта система. Вот мы только что обсуждали со шведскими экспертами, они говорили, все ходили к правительству и говорили, мы хотим выходить на пенсию в 55 лет. Сейчас возраст выхода официальный в Швеции на пенсию в 61 год, всего на один год больше, чем у наших мужчин. Но реально шведы в среднем выходят на пенсию в 64 года. А почему? Да очень просто. Система шведская и российскую тоже очень несложно так настроить. Устроена так, что чем позже ты выходишь на пенсию, тем у тебя намного выше размер пенсии. Это очень крутой рост. Шведам письма счастья, вот у нас тоже пенсионный фонд рассылает письма счастья. Шведам рассылают, прямо указывая, вот у вас к такому-то возрасту будет такая-то пенсия, но вообще-то мы вам советуем, вот посмотрите, вот в другом возрасте выйдете, потому что пенсия у вас вырастет намного. И вам это интересно. Бланомерная, спокойная политика. В Шведе, как мне сказали, вообще сейчас никто не думает о досрочном выходе на пенсию, потому что это оказалось экономически выгодно для людей, никто никого не заставлял, не загонял. У нас это пытаются загонять обязательным стажем 40 лет. Да, поэтому я согласен тоже с Михаилом Гунычем. Вот главное, главное уязвимое место, помимо, так сказать, глупостей, которые мы уже сегодня обсудили, вот узкое такое, да, место, которое обязательно надо расшивать, это полное отсутствие в стратегии пенсионной, третьей пенсионной реформы, мотивации для конкретного человека. Для меня любимого. Ну, что вот я в ней вижу, чтобы продолжать свою трудовую деятельность? Какие у меня побудительные стимулы заносить деньги в накопительную пенсионную систему? Тут очень много всяких разных возможностей есть. Один из главных, да, отмените вы эти 6%, да, сделайте вы нормальную, так сказать, вот, возможность людям вносить хоть треть заработной платы, да, ради бога. Но тогда и маленький такой нюанс, но тогда за эту треть вы мне вычтите из налога на доходы физических лиц тоже некую сумму. Дайте мне льготу. Вот эта коммуникация между государством и гражданами, без которой не существует накопительная система с точки зрения мотивации, она в стратегии этой реформы отсутствует полностью. А именно этим и нужно было бы сегодня заняться. В первую очередь. Вот это была бы действительно подлинная реформа. Ну вот наша сегодняшняя программа завершилась. Спасибо вам огромное, господа. Я надеюсь, что, я все еще надеюсь, да, потому что мы понимаем, еще пока не упущена возможность о спокойном, здравом режиме провести необходимые мероприятия по будущему пенсионному обеспечению России. Живем и увидим. В реальном времени это будет одна из ключевых тем, пока окончательно мы не поймем, к какому варианту склоняется президент. Ну и, безусловно, будем обсуждать то, какое будет решение после 15 декабря. Михаил Дмитриев, Никита Масленников. Реальное время. Финам. ФМ. Сразу после выпуска новостей. Итоги дня.